Как известно, актёры за выдающиеся заслуги получают Оскар, музыканты и певцы Грэмми, и только вот представители медицины как-то незаслуженно обделены вниманием. Но нет у них какой-то такой вот серьёзной награды. Наши гости решили исправить эту несправедливость и запустили интернет-проект под названием «Супердоктор». Кто может претендовать на почётное звание, расскажут организаторы интернет-сообщества «Доктор Клабс» Анна Новик и Вячеслав Игнатенко. Слава, Аня, доброе утро. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, в чём, это безусловно, что врачи, это, как говорится, наше всё, от них зависит наша жизнь, наше здоровье. Начнём по порядку, в чём смысл этой истории, этих начинаний? Сам проект, непосредственно, это идея выбрать лучшего доктора, лучшего народного доктора страны. Одного? Нет, на самом деле будет три победителя, будет золотой приз, серебряный и бронзовый. Олимпиада просто. Практически, да. Это какие-то номинации или вообще все доктора? Любой человек, у которого есть медицинский диплом, диплом об окончании медицинского вуза и который работает в медицине, может легко претендовать на это звание. Ну вот, мне кажется, очень будет спорно и у пациентов, и у врачей, по каким критериям всё-таки оценивать любимого доктора. Вот я вам сейчас троих любимых сразу назову и могу оспорить везде, что они самые лучшие. Вот как это будет? Вы можете сразу троих и подать на наш конкурс, как пациент, и если благодарных пациентов будет у них очень-очень много, то победит тот, у кого будет больше благодарных пациентов, кто больше заявок на данного доктора подаст и в дальнейшем ещё проголосует. То есть нужно быть ещё и активным пациентом, помимо того, что вы просто лечитесь и всё, да? Скажите, хорошо, как это происходит? Вот ваш проект поддержала газета «Медицинский вестник», да? Да. Потому что это всё-таки об этом должны знать. Вот вы в доброй раннице Беларуси, об этом расскажете, это прекрасно, это очень широкие, большие слои охвата пациентов, скажем так, хотя надеемся, что всё-таки мы здоровы благодаря врачам. Вот, но были ли такая, те, кому идея пришлась не по душе, или кто-то спорил с оценками? Я думаю, что здесь будет очень много спорных вопросов. До оценок мы пока ещё не дошли, и спорных, наверное, моментов не было до сих пор пока, потому что у нас подача заявок только продолжается до конца сентября, и любой желающий может подать заявку. Любой пациент, любой коллега, врач, вот, ну, я думаю, вот так и будет происходить. Вот, и только после окончания подачи заявок начнётся интернет-голосование, то есть любой человек, который заходит на сайт медицинского вестника, сможет проголосовать. Слушайте, а как это приятно, когда коллега, да, говорит, что вот, Василий Петрович, например, самый лучший доктор. А Василий Петрович говорит, а вот Иван Иванович, говорит, нет, что вы, Иван Иванович, нет, нет, нет. А 5 тысяч участников в группе у вас уже, да, причём это и уже состоявшиеся врачи-доктора, так и студенты медвузов, а идея пришла как-то из народа, либо сами врачи её подали, либо вот вы и есть те самые основополагающие факторы. Дело в том, что около полугода назад мы проводили конкурс на звание лучшего преподавателя медицинского вуза. И на самом деле мы увидели, как эту идею поддержали наши участники, нашего сообщества. И мы решили, почему бы и не сделать действительно такой конкурс, в котором могут участвовать уже не преподаватели, а непосредственно врачи. Ну скажите, ведь нельзя соревновать, как говорится, профессора и только что выпустившегося студента, несмотря на то, что он, например, очень талантлив и будущий прекрасный доктор. Соревновать нельзя, конечно, поэтому у нас в конкурсе будет две части. Первая часть – это голосование народное, то есть любой желающий может отдать свой голос за понравившегося доктора. А вторая часть – мы выберем десятку лучших из всех, а вторая часть – из десяти лучших опытное жюри, профессиональное жюри, выберет троих победителей. А жюри будет состоять из врачей только? Из Минздрава. Из Минздрава. Всё, тогда понятно. Всё очень серьёзно. А когда начинается или начался уже непосредственно конкурсом и когда он закончится? Вот рамки давайте. Напомним ещё. Подача заявок уже началась и она продлится до конца сентября. До конца сентября любой желающий – пациент, коллега, доктор – может подать персону, которую он считает супердоктором. На сайте. На сайте медицинский вестник. Для этого нужно отправить очень небольшое количество информации, имя доктора, его профессию, место работы, а также кратко написать, почему вы считаете, что этот доктор достоин звания супердоктор. Скажите, Анечка, а вот, например, руководитель клиники, поликлиники может подать своих прекрасных врачей? Конечно. Я уверена, в каждом заведении, в каждом городе у нас есть прекрасный доктор. Слушайте, а у меня сейчас такая мысль посетила, да? Вот, отлично, есть такой конкурс, дай бог ему долгих лет жизни и хорошо его провести. А давайте ещё антиконкурс можно же сделать. Для самого худшего врача? Да. Ну зачем? Нет, зачем? Да, он будет такой тихий, скрытный, нигде его афишировать не будут, но тем не менее, мне ни разу не попадались такие врачи, ни разу. Вот честно, спасибо всем, кто когда-либо меня лечил, никогда не попадались в плохие. Но они же где-то есть, и люди беспокоятся пациентам, не знают, куда идти. На самом деле, в нашу профессию. Знаете, как говорят, к одному в кабинет очередь, к другому нет, вот так чаще говорят. Но в нашу профессию все идут по призванию, понимаете, поэтому худших нет, все лучшие. А вы ведь доктор? Да. А вы доктор по какому, так сказать, профилю? Детский хирург. И вот этими вот руками вы спасаете маленькие детские жизни. Ой, большое вам спасибо, большое вам спасибо. Это первый раз вы конкурс проводите, да? Да. Этот конкурс первый, да, первый год. Хорошо, а как сами врачи откликнулись? Замечательно, все поддерживают эту идею, всем очень нравится. Мне было бы, ну ой, ну не знаю, не знаю, эти конкурсы зачем? Кто-то может быть, кто-то может быть исполнен скромностью, понимаете, то есть стесняется, может быть, ну есть различные, да, но в основном очень все поддерживают. И очень всем нравится эта идея. Нет, конечно, здоровое соревнование, это всегда очень хорошо. А вы знаете, что я еще хочу сказать? У нас есть возможность по разным горячим линиям кому-то позвонить, на кого-то жаловаться. А вот создать возможность поблагодарить, вот это мне, так вот мы решили это сделать. Это правда, всегда нужно говорить о буднях, когда что-то случается, сразу ах, все, да, любят это обсудить. А вот каждый день, что это подвиг, каждый день прийти, спасти чью-то жизнь. И какой большой коллектив за это отвечает, как много всего может произойти, а оно не происходит. Вот я тоже всегда про это говорила. Спасибо огромное, прекрасная история. Мой приятель Дима Некрасов, я тебе подам, можно, он хирург, работает где-то там в Боровлянах, вот, я честно подам. Нет, слушайте, что это такое? У меня тоже очень хорошие врачи. Что это? Что это? Мы с ним по пятницам иногда пос... Наташа, Саша! Подожди, хорошо, у меня Дима, Лена и Владимир Иванович еще есть. Сань, говорите, у меня больше, все равно, а я все напишу много раз, много раз. Или как, дорогие телезрители, делайте. Ты понимаешь, что фраза «у меня больше врачей» в данном контексте звучит вот тут, вот вы, Света? Нет, потому что... Сто лет жизни тебе, красавица! Ребят, спасибо большое еще. Да, на полно, спасибо. И если нужна какая-то поддержка, всегда обращайтесь в программу «Доброе ранение Беларуси». Ну и чтобы вот как начало положено, так и дальше, из года в год. Огромное спасибо. Я хочу еще раз сказать, что у нас были организаторы интернет-сообщества «Доктор Клабс» Анна Новик и Вячеслав Игнатенко. Детский хирург Вячеслав Игнатенко. Спасибо большое, дорогие гости, и хорошего вам проекта. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!